Эй, ребят! Всем Рандом Дон! Сони здесь и добро пожаловать на новенькую серию по Forza Motorsport 7! Как я вам тут изощряюсь, а? Вы просили добавить немножко мой фейс? Вот я, в общем-то, постарался как-то решить эту проблему, так что надеюсь, что вы прошмете лайк под этим видео. Стараюсь для вас максимально! Возвращаемся к Forza Motorsport 7. Напишите в комментах, как вам такой ракурс? Мне прям очень интересно. Правда, пришлось камеру сделать сбоку эту, и тут есть моменты, в неё там лампа светит, чтобы вы руки видели, а чётенько, в общем-то, смотрится странно, но, по-моему, необычно, но прикольно. Не как у всех, как минимум. О, фантазия как работает. Короче, буду ждать вашего фидбэка, но мы возвращаемся к кубок пилотов, и погнали смотреть, что тут есть интересного. А давайте-ка мы сегодня покатаемся на вот этих ивентах. Итак, базовая комплектация Mercedes-AMG CLK GTR, это тот самый летающий, этот самый Мерс. Немцы очень серьёзно относятся к проектированию, технологиям и качеству продукта. У любого немецкого автомобиля будут все эти элементы, но в то же время они серьёзно относятся и к удовольствию, которое вы получаете от вождения. Знают, как работают машины, чем именно она радует. Поэтому, садясь за руль хорошей немецкой машины, вы получаете полный комплект, отличная сборка, стильный дизайн, спортивное наследие, потому что немцы любят гонки и соревновательный дух. При этом машина хороша в управлении, с ней сживается. Покатаемся на легендарном Мерсе. Это, кстати, тот самый Мерседес, который когда-то взлетал на Лимане. Очень быстрая тачка. Она, кстати, валит реально там по 350 километров, если я не ошибаюсь. Настроить эту тачку мы не можем. Но будет весело, я так думаю. Хокенхайм Ринг, друзья. Мерседес, Селка. Как он там, GTR, да? Ну, давай-то. А, у нас тут монокласс будет. Окей, понеслась. А, выпускай. О! Всё, попёрли. Так, я надеюсь, я с ракурсом камеры нормально попал, потому что, как вы понимаете, здесь такая специфика. То, что у меня платформа, я туда-сюда телепортироваться могу. Могу даже в стенку телепортнуться. А, как вам такое? Так, пробуем ещё раз. С первых секунд. Я понимаю, что этот Мерс, мягко говоря, не подарок. Мягко говоря. Так, а где точка? Ага, а у нас есть траектория. Всё, хорошо, живём. Нервный падлый, тормоза 50 на 50, как всегда, доставят мне определённых неприятностей. Ох, как она скользит, а. И давляк высокий доставит там определённых неприятностей. Мы едем борт-борт. Там пацаны что уезжают? У нас будет 5 кругов, друзья. Ну, я постараюсь подсосредоточиться чуть-чуть. Сколько едем? 265, нет, 350, что-то. Здешний Мерс едет, ой, чуть не бортанул. Ну и мы немножко слиплись. Как сиамские близнецы. Нервная, проблематичная, ни хрена неприятная машина. Хотя, кто говорил, что будет виск? О-о-о. И страшно я ещё и... Причём в тот момент, когда страшно и не визуально. Визуально мне как раз нравится этот Мерс. У меня, кстати, очень хорошие были воспоминания об этой машине. Потому что она была в моём любимом Need for Speed High Stakes. Или, да, High Stakes. Это 4-ая NFS. На первом PlayStation'е когда-то был. Это, блядь. Это была топовая машина там вместе с McLaren F1. Я не знаю, как это пройти. Я вам честно скажу. Если в Forza... А можно паузу? Спасибо. Если в Forza нет возможности покинуть гонку. Возможности что-то сделать с настройками автомобиля. То считайте, что этот автомобиль по умолчанию будет неуправляем. А тут нет возможности что-то сделать с этим автомобилем. Это, конечно, промах очень серьёзный. Модификации тоже мы не можем юзать. Как это проехать, я чёрт его знает. Ладно, попробуем ещё разочек. Я надеюсь, что это будет более успешно. А попытка сейчас... Ну, он реально ебопой, этот Мерс. Эти ещё и некоторые опорты. Ну, давай, ель. Уж помощников навалить ему. А? Я вот даже не знаю. Мы шестые, друзья, из 24, между прочим. Давай, дровой. Кто-то хорошо мне там заехал. Вот здесь, вообще-то, машина должна цепляться хорошо. Для того, чтобы была возможность выстрелить на эту прямую. Но там я её вообще не чувствую. Держака 0. Тачка скользит. Тошнит. Хоть не взлетает, спасибо, и на том. И едет чуть медленно. Вообще-то он должен сильно быстрее, мне кажется, разгоняться. Карабас медленный. Ну, понятно, он медленный. 90-е годы. Что я хочу? Давай, целка, пацаны. Прожимаем газ в палас. А вот эта аналоговая приборка AMG вообще прекрасна, друзья, да? У неё такие цвета ламповые. Тёплые! Сука! Чё ты за тварь такая, а, Мерседес? Он неуправляемый. Вот включается тот момент, за который я, можно сказать, хейтил о Ford Motorsport 7. Именно вот за вот это, сука. Тварь, блядь, пошёл вон. Ладно, я попробую, я попробую. Сейчас будет такая хорошая дайва. Первая пидерача. Так. Пришёл зацеп переключения, и зацеп закончился. Прожимаем газ плавно-плавно. Топ-4, друзья, но нам надо на топ-1. Мы едем с непобедимыми драйватарами. Хотя я бы выбрал здесь немножко другое выражение, тоже на букву D. Лбоёбами, ну вы поняли. Потому что D-райватарами их назвать сложно. Так. Так, шпильку. Свой зацеп в шпильке. Если это возможно, блин. Его проблема, что вот он идёт-идёт, то есть такой рулится, цепляется. Но при переключении попадает тяга, естественно. На какое-то время. Так, похую. Немножко пошире выползем. Это невозможный автомобиль. И в этот момент он, короче, начинает какую-то дичь исполнять. Эти ребята топ-3 уезжают от меня. Хоть бери, понижай сложность. Это же не наш формат, правильно? Но мы играем в форцу, поэтому... Ну и что, я буду на каждом повороте юзать перевод? Как, блин, этим управлять? Это не гоночный автомобиль. Это какая-то телега. С эмблемой Мерседеса. А это какие-то дебилы. Да, я буду вот так это делать. Потому что по-другому не представляется возможности. Сейчас буду тебя так давить, тварь. И тебя! Прожимаем в пол. Так, есть зацеп. По хую, по траве, друзья. Есть, мы живем. Топ-2. Отличный старт. Надо постараться теперь как-то догнать вот того нудня. Траектория тут что-то нам подсказывает, показывает какие-то сказки. Была возможность тормозить попозже, но я пока не спешу ей воспользоваться. Так. Очень плохо, что нет здесь какой-то инфы. Сколько нам времени до переедущей машины приходится чисто безумально ориентироваться. Ну да ладно. Так. До первой передачи. Но мы ему заскучать не дадим. Потому что и тут мы сейчас будем пробовать давить. Нет, не получилось. На бордюре не откроешь газ. Так. Было бы круто, если бы они кроме этих Мерсов добавили сюда Макларен F1. Один из самых быстрейших автомобилей той эпохи. Из самых неадекватных. Так, атака, 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 атака. Вторую сразу скользит, сразу. Переключение сразу скользит. А этот тут как будто едет бодрее. Мягусенько. Бордюр еще трепает кишки. Ну не скользит их. Круг номер один мы как-то пережили. Даже если я топ-2 приеду, я уже буду доволен собой. Ну зачем ты заходишь в дрифт? Сволочь такая. Платформа меня валандает влево-вправо просто. Жесть как-то. Не рулится, ребята. Как эта игра заставляет здесь напрягаться, вы себе не представляете. Промежуточное время минус 1,6. Есть. На самом деле это печально. Учитывая, что мы стартовали с места. Три, два, один. Очень лайтово притормаживаю. Так. С газом я прям выжимаю его максимально плавно, для того, чтобы она не сорвалась в занос. Любой занос это какая-то безумная борьба с машиной. Ненужная. Неуместная. А вот сейчас будет атака. Извини, друг. Где там стрелочка? Мы его прошли. Аккуратно. Зато шо-шо, алабаш какой, ребята. Обзорность шикарная у машины. Мне даже на одном мониторе, казалось бы, большого, правда, 55-дюймовый у меня Моник. 4К, 144 Гц. Красивая жизнь не запретит, что называется. Были времена. Была возможность радовать себя. Ну, короче, на этом мониторе прям шикарный обзор. На этом Мерсе. Аккуратно, аккуратно. Не, ну это, конечно, перебор, когда машина настолько плоха. В буквальном смысле. Я просто физически напрягаюсь, что... И жду подвоха каждую секунду от него. Все, теперь надо спокойно, наверное, подрасслабиться. И попробовать как-то уехать от этих засранцев. Хотя, ну так-то это и просто, как может показаться. Ну, вон в зеркале я вижу козлов. Два, один. А Хокинг Хайбрид просто прекрасный автодром. Во, видишь, переключился, пошел боком. Зачем, почему? Непонятно. Это же насколько вы себе представляете, как там работает сцепление в этой короткой передаче. То есть, он переплевывает следующую передачу и прям долбит это сцепление, аж она срывает стоп-букс. Если поворот. На прямике все окей. Я решил чуть-чуть попозже притормозить, чем рисую траекторию. Знаете, получилось неплохо. По метке. Вторая. Я прям чувствую своим телом эти переключения супер-брутальные. Интересно, что это за коробка? Стоит. Секвентал какой-то. Тогдашний. Дрист. Такс. Им, конечно, надо было немножко не эту трассу подбирать, не Хокинг Хайбрид. Мое личное мнение. Здесь бы куда более уместно смотрелся какой-нибудь Лясар. Как раз... Как раз там, где эта машина, в общем-то, взлетала буквально. В смысле, что-то разработчики не доперли. Возможно, там была другая версия этого SLK GTR. Ну, давай. Живем. Короче, надо стараться кататься на ранее. Нет, и челленджовые гонки. Обыкновенные. Там кайфове. Там можно подстроить машину. И с ней работать по приятнее будет. Не то, чтобы прям супер-пупер, но по приятнее. Мягенько так. Друзья, третий круг. Пережили с одной перемоткой. Правда, не без этого. Сорян. Здесь для того, чтобы ездить чисто, наверное, надо раскатываться так-то прилично. Чтобы хорошо понимать автомобиль. Боже, она жесткая. Она реально жесткая. При переключениях, на поребриках и так далее. Комфортно тут и не пахнет. Зато красивый, черт побери, Мерс. Особенно меня радуют вот такие эмблемы на старых тачках. Торчащая эта самая эмблема. Просто прекрасная Мерседес. Прицел такой себе, да? Да, отлично. Мы уезжаем от наших соперничков. Улучшаем время на 3 десятка. Можно было бы еще быстрее. А если бы я спустил бабляк, навалил бы немножечко развальчику и сделал бы баланс тормозов красивый, время было бы еще лучше. Рано открываемся. А время не снимают. Отлично. Ой, Мерин. Все-таки было бы интересно узнать, что за версия была в Лимании. Он явно ехал быстрее. Это даже 300 не разгоняется. Хороший дрифт. Что сказать? Решил попробовать тапнуть тормоз. И да, он так стопит. Убили нету, пропадет. А газ бросать, походу, на этой тачке вообще нельзя. Повороте. Там же мотор сзади явно, среди моторка. Слышь. Не надо, не надо так делать. Проползаем и выходим на последний круг. Что не может не радовать. В общем, друзья, здесь, как обычно, весь челлендж не в борьбе с этими соперниками. Хотя на старт я старался, прямо так и скажем. А в борьбе с этой физикой. С физикой плюс настройкой машины. Но пережить можно. Надо поцараться лучше круг бахнуть. Если это реально. Хотя не, уже криво. Не надо. Атакуй. Вот, две десяточки. Чуть больше атаки. И все не так плохо. Кстати, как классно салон детализирован в этой игре. У данного Мерса. Материал и вот это вот все. Интересно, какой уровень картинки будет в новом моторспорте. Мне сейчас кажется, что большинство моделей они перенесут с семерки. Ну, типа, почему бы и нет. Они здесь очень даже окей. Зараза. Ему бы тут полный привод. В Форзе реально рулят полноприводные тачки. Поэтому любой тюнинг пользовательский, это будет полный привод обязательно. Свап привода. Где-то я потратил две десятки. Я уже начинаю наглее, знаете. Привык катать к этому безобразию. Слава тебе, Господи, что всего лишь пять кругов заставляют нас отдубасить. Было бы интересно приобрести этот Мерс. Сделать настройку мою стандартную, которую я выполняю практически... Не практически, а с каждой машиной в этой игре. И проехать на этой же трассе. Я вас уверяю, что это было бы вообще другое пальто. Еще и быстрее можно его сделать. Ну, как-то так. Челлендж комплит. 1200 спидпоинтов. Надеюсь, тут одна гонка. Мне что-то не хочется еще. Ну, ладно. Я бы еще на Лесарте погонял бы. Так уж и быть. Было бы прям... Фух. Лучший круг. Минута 49,6. Ну, там пацаны, слушайте. Так-то ехали побыстрее. Мне повезло, что я выбился на старте в лидеры. Да, выполняем. Тюнинг. Настройка. Значит так. Смотри. 2,1, 2,1. Он среднемоторный. Ему можно сделать равное давление, наверное. Потому что там должно быть плюс-минус 50 на 50. Это все мы оставляем. 2 градуса и полтора. Давай сделаем 2,5 на передок и полтора на жопу. Окей. И самое главное, это тормоза. Где они там? Прижимная сила регулируется. Вот мы оставим как есть. Баланс. Смотри, 50 на 50. Ну, это ж просто чес какой-то. Делаем ему 59%. Где-то так будет окей. Амортизация. Все остальное мы тупо оставляем как есть. Применяем этот конфиг. И давайте попробуем выполнить еще одну гонку. Сравним автомобиль, так сказать. Насколько он изменится в ту или иную сторону. Мы сразу расставим все точки над И, как говорится. И поймем, действительно ли машина становится адекватнее. Сейчас, вы видите, я не ехал. Я, в общем-то, страдал в буквальном смысле. Мне не приносило это никакого удовольствия. Это излишняя борьба была в каждом повороте. Вообще неуместная, ненужная и непонятная. Потому что дрифт, дрифт, еще раз дрифт. Зачем? Так, сколько у нас было? Непонятно о модификации. Начать гонку. Давай еще разок. Правда, я тут сам, ну да ладно. Тронулась она по-другому. Ну, что я могу сказать? Да, дрифт есть. Но эта машина намного стабильнее, ребята. Я это уже сейчас чувствую. Притормаживаем. Так. Вот, газ в палац, переключение. Она намного стабильнее. Да, ее немножко валандает. Но она едет по-другому. Я могу гораздо больше расслабиться. И гораздо больше дубасить. Вот вам и весь прикол. Нафига разрабы сделали именно вот такие настройки? Непонятно. Здесь можно даже попозже тормозить. Посмотри, я именно атакую. Ну да, немножко криво вышло, но я атакую. И не улетаю в забор. Подлавливаю ее, так сказать. Тут под сброс газа. Насыпаем. И она превращается в какой-то клячек. Уже можно и попозже тормозить во что-то. Гоночная, дикая, спортивная. Куда более интересно и приятно. Давление. Развал. И тормозной баланс. Все. А теперь представьте себе еще сюда добавить настройку подвески. Наверняка это тоже даст какие-то дивиденды. И будет вообще другое пальто. А вывод. Матерспорт 5, 6 и 7, судя по всему. Это поребрик. Поребрики тут неисправимы. Нельзя ездить на машинах в стоке. Все равно дрифтит. Не без этого. Но она гораздо точнее стала управляться. И есть возможность больше прожимать газ в пол. Не знаю, какое время. Выйдет. Я думаю, что она будет побыстрее. Попробую сейчас еще один круг отгубать. Я могу позже тормозить. То есть по траектории это я прям сильно лайтово делал. Здесь потерял время. Да, борьба есть такое. Ну ее хотя бы поймать можно. Спасибо и на том. Потому что когда она высоко вдовлетела, она начинает от этого плясать. Это просто жопа какая-то. Можно было бы еще прижиманра поменьше сделать. Она еще быстрее будет разгоняться. Так. Хорош. Да, друзья, этот Мерседес определенно прекраснее стал. С бордюрами только сложно. Потому что они делают, я твой Мерседес шатал. Ну и переключение тут, конечно, да. Супая неравная. Но она еще жестче сейчас как будто стала. Я потом на монтаже посмотрю, какая будет разница по времени. Будет ли она вообще. Ну я думаю, что будет. Так у меня есть возможность получше. Побыстрее ехать немножко. Стараюсь тут боком не запускать. И можно выжимать на выходе в нас пол. И мы ставим время. Один. Один сорок примерно, да? Минус три секунды. Так, один сорок и девять, друзья, получилось у нас. Ну что, друзья, я думаю, что мы провели интересный эксперимент. Я для себя лично убедился в том, что здесь надо настраивать тачки хотя бы минимально. Три компонента. Развал и то не так обязательно. Но в поворотах резина лучше работает. И если поднамолить чуть-чуть больше развала, ниже давление, поскольку это нормально. Давляк растет сам по себе при нагреве шина. Они греются в любом случае в гоночном темпе. И самое главное, тормозной баланс, немножко смещение баланса вперед. Машина начинает ехать по-другому. Ощутимо по-другому. Намного приятнее. Поэтому если вы, и так же, как я когда-то страдали здесь в Forza Motorsport 7, сделайте эти элементарные настройки и вы получите совершенно другой опыт от данной игры. Ну а на этом, пожалуй, я на сегодня буду с вами прощаться. Если эта серия вам понравилась, обязательно прожмите лайк. И не забудьте подписаться на этот канал. Ссылка на плейлист, кстати, в Forza Motorsport есть в описании. Там будет выходить много видео по данной игре. Потому что я планирую ее пройти полностью. Желательно было бы до выхода новой части Forza Motorsport. С вами был Соня. Спасибо вам за внимание. Всем пока, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok